Какое количество теплоты получил газ на участке 2-3? Давайте с вами разберем. Вышли на финишную прямую. Во всех самарских школах проходит подготовка учеников к сдаче единого государственного экзамена. Преподаватели работают с детьми в режиме онлайн из-за действующих в регионе ограничений. На ежедневных консультациях учителя делают все возможное, чтобы помочь выпускникам сдать экзамены успешно. Преподаватель физики Анастасия Домченкова в профессии уже 6 лет. Она имеет опыт проведения онлайн-уроков, поэтому сложностей при работе со школьниками не возникает. Мы проводили в апреле и в мае, у нас были онлайн-уроки, уже привыкли, дети тоже уже привыкли и, наверное, проходит нормально. Такой формат работы не должен сказаться на итоговых результатах ЕГЭ, говорят педагоги. Все сложные моменты можно разобрать с преподавателем в индивидуальном порядке. Когда возникают вопросы, они мне пишут либо в личные сообщения, либо присылают какие-то задания на почту, в социальных сетях. И я уже подбираю задания, смотря какие больше вопросов, точнее, более удобные для того, чтобы ответить на все вопросы, которые у них возникают. Консультации в самарских школах начались с 1 июня. Ученики, которые сдают ЕГЭ, могут ознакомиться с расписанием занятий на сайтах учебных учреждений. В конце июня в Самарской области проведут пробные экзамены. Первыми сдавать ЕГЭ будут те выпускники, которые выбрали географию, литературу, информатику и ИКТ. Эти экзамены пройдут 3 июля. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События.